Михаил Васильевич Емельянов, Справедливая Россия. Уважаемый Дмитрий Олегович, я все-таки хотел бы вернуться к вопросу по поводу закупки французских вертолетов. Владимир Владимирович, Путин в своей статье справедливо сказал, что нужно закупать такую импортную технику, чтобы при этом приобретать новые компетенции, новые технологии. Вы тоже об этом говорили. В данном случае у нас есть уже свои вертолеты, вам это известно, и Ми-34, и К-226, которые являются аналогами тех вертолетов, которые мы хотим закупать. Более того, вам также, наверное, известно, что именно европейский вертолет и наш вертолет являются главными конкурентами на тендеры в Индии. Как мы можем выигрывать внешний политик и внешнеэкономические контракты, если мы у себя в стране отдаем предпочтение импортной технике? И в этой связи, какая причина закупка французских вертолетов? Первое, они нам действительно нужны для оборудованной способности. Второе, наши генералы хотят погреть руки на этом импортном контакте и отхватить себе долю пирога. Или все-таки здесь есть внешнеполитические причины? Спасибо. Сразу хочу сказать, что мы, безусловно, исходим из того, что надо поддерживать наш экспортный потенциал. Поэтому, во-первых, если вы обратили внимание, уже прозвучали некоторые важные заявления, которые обращены к тем, кто пытается вынести на публику обсуждение качества вооружения и военной техники Российской Федерации. Глубоко убежден, что подобного рода разговоры нужны, но они должны проходить исключительно в профессиональном цехе. Поэтому военно-промышленная комиссия при правительстве Российской Федерации наилучшая аудитория для такого рода профессионального диалога между заказчиком и исполнителем. Что касается данного конкретного контракта, прошу дополнительно прокомментировать его первого заместителя министра обороны, Санкт-Петербург Сухорукова. Уважаемые депутаты Государственной Думы, в соответствии с государственной программой вооружения, до конца 2020 года министерство обороны планирует закупить 1124 вертолета. В настоящее время контракты с производителями вертолетов различного предназначения, как боевых и учебных, со всеми предприятиями промышленности заключены. В прошлом году, в ноябре месяце, мы обратились к предприятиям, производящим вертолеты, в том числе и те, которые производят вертолеты, обозначенные сейчас в вопросе К-226, с предложением, есть ли возможность увеличить производство данных вертолетов. Значит, предприятия, два предприятия, это Ми-35, Росвертуал предложила, что они способны при наличии, то есть заказов, в течение каждого года 12-13-14 по 9 дополнительных вертолетов производить и поставлять нам, а также Ми-8, АМТШ. Предприятие, производящее вертолет К-226, осталось именно при том заказе, который имеется. Я вам должен сказать, в прошлом году 12, в этом году 6. Вертолет К-226 предназначен для обучения курсантов вертолетных училищ. Вертолеты, которые мы объявили закупку, они предназначены для обучения курсантов, получения ими навыков управления вертолетом. Если предприятие готово, производящее К-226, поставлять нам то количество вертолетов, которое необходимо сейчас вооруженным силам, мы готовы подписать дополнительное соглашение. Спасибо.